Философ Жак Деррида говорит, что дата это призрак. Что такое дата? Зачем она нам нужна? Попытка ли это зацепиться за безмерный, беспримерный океан времени, отметить вехой, вешкой, малым маяком события, которые иначе накроют океанские волны? Бесследно. С помощью даты остановить мгновение, чтобы оно сообщило нам хотя бы часть своего смысла. 10 мая. Что общего в том, что в этот день родились Гейдар Алиев и Марина Влади? Появился на свет Василий Львович Пушкин, который на Паранасе останется дядей своему племяннику Александру. А Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин умер. Что ЦК и Совмин в этот день приняли постановление о порядке празднования юбилеев, из которого следовало, что юбилеи начинаются в 50 лет. Через каждые 10 лет их можно повторять. А 75-летие руководящих товарищей попали в разряд запрещенных торжеств. Дата выделяет, отмечает и оживляет, вводит в историю и тем самым сближает нас с тем, что определено датой. 10 мая. В этот день заместитель Гитлера по партии Рудольф Гесс совершил свой странный перелет в Шотландию. А ночью германские самолеты сбросили на Лондон рекордное число бомб. Совсем в другую эпоху Агапет II стал папой римским, Наполеон одержал победу при Ладии, а Кутузов в этот день умер, как и японский художник Кацусика Хакусай и польский диктатор Юзеф Пилцуцкий. Из этих странных перечислений создается педестал для памятника каждому дню в годовом круговороте. Это же портрет дня, в котором каждая зарубка, каждая морщинка важна и то, что у композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В этот день родился сын Максим, а у актера и режиссера Сергея Федоровича Бондарчука «Дочь Наталья» нацисты организовали показательное сожжение книг неорийского духа на площади оперы в Берлине, а Марина Цветаева написала стихотворение «Душа, не знающая меры», «Душа, не знающая меры», «Душа, хлыста и изувера», «Душа, навстречу палачу, тоскующая по бечу». Обычный день, насыщенный всемирной историей, хотя для его портрета хватило бы и событий года 1940-го. Ранним утром 10 мая война пришла на земли сразу четырех государств Европы. В 5 часов 35 минут по кодовому сигналу «Данцик» немецкие войска перешли границы Люксембурга, Голландии, Бельгии и Франции. Союзное командование, не предполагая, что направление главного германского удара изменено, немедленно отдает приказ о выдвижении своей основной группировки войск в Бельгию, чтобы соединиться с полумиллионными армиями двух нейтральных стран. Генеральное сражение, согласно англо-французским планам, должно было на встречных курсах разгореться на бельгийских рубежах. Но германское наступление строилось совсем не на выигрыше генеральных сражений. Немцы действовали очень рискованно, полагаясь на технику и высокий моральный дух армии. Бельгия для союзников оказалась роковой ловушкой. Эстетический план разгрома Франции отвечал самым высоким требованиям. Он действительно был красив. Некрасивым было дипломатическое обоснование похода в Бельгию и Голландию, чей нейтралитет, как неуклюже объяснял утром 10 мая министр иностранных дел Третьего Рейха Риббентроп, оказался под угрозой нарушения союзниками. И вот, чтобы защитить этот нейтралитет, Германия и решила атаковать Бельгию и Голландию. А красота германского военного замысла состояла вот в чем. Войска, наступавшие на Бельгию и Голландию, наносили хотя и мощный, но все же вспомогательный удар, завлекая основные силы союзников в Бельгию. Таким образом, главные силы Франции и Англии оказывались на бельгийских полях, чтобы навязать немцам встречное сражение. Все как в Первую мировую войну, когда германские войска через Бельгию демонстративно двигались на Париж. Но в мае 1940 года главный германский удар скрытно наносился через горно-лесной район Орден, который должны были преодолеть основные танковые соединения вермахта. А после преодоления Орден танкисты не собирались поворачивать на Париж, о чем так беспокоились французские стратеги, а в свободном от противника пространстве должны были продолжить движение к морю, отрезая тылы главных сил союзников в Бельгии, которые сразу попадали в полуокружение, не успев дать генерального сражения. Таким образом, выдвижение своих самых боеспособных армий в Бельгию было громадной, трагической ошибкой союзников. В Англии 10 мая происходила правительственная драма. Британский парламент не смог пережить тяжелых неудач в норвежской кампании. Правительство Чемберлина уже не пользовалось доверием. Вечером этого же трагического для Европы дня 10 мая, 18 часов ровно, премьер-министром Великобритании стал Уинстон Черчилль. Еще через три часа было сформировано и правительство. Надо упомянуть, что в этот же день английские войска и флот оккупировали Исландию, чтобы получить базы для охранения атлантических конвоев на дальних подступах к Британским островам. В послевоенных мемуарах Черчилль вспоминал об этом дне. Когда я около трех часов утра улегся в постель, я испытал чувство большого облегчения. Наконец-то я получил право отдавать указания по всем вопросам. Я чувствовал себя избранником судьбы. И мне казалось, что вся моя прошлая жизнь была лишь подготовкой к этому часу и к этому испытанию. Меня нельзя было упрекнуть ни в развязывании войны, ни в нежелании подготовить все необходимое на случай войны. Я считал, что знаю очень много обо всем и был уверен, что не провалюсь. Поэтому с нетерпением, ожидая утра, я тем не менее спал спокойным, глубоким сном и не нуждался в ободряющих сновидениях. Действительность лучше сновидений. Новому британскому лидеру шел тогда 64-й год, и уже первый день премьерства Черчилля обещал ему изрядные неприятности и огорчения. Но Черчилль был неисправимым, упрямым оптимистом. На следующий день, 11 мая, новый британский кабинет собрался на свое первое заседание и начал свою деятельность решением по предложению Черчилля беспощадно бомбить немецкие города. Правда, обстановка на Западном фронте была такова, что для выполнения этого решения у авиации союзников было очень мало возможностей. В день начала наступления Вермахта, 10 мая утром, небольшой город Фрейбрук на северо-западе Германии был подвергнут неожиданной жестокой бомбардировке. В городе были жертвы среди мирного населения, разрушены около десятка домов. Пропагандистская кампания по поводу этой бомбардировки была развернута по обеим сторонам фронта. Союзники утверждали, что это Герман Геринг отдал секретный приказ бомбить свой немецкий город. А исполнителями были летчики из эскадрильи Йозефа Камхубера. Германские же пропагандисты обвинили в бомбардировке Фрейбурга бельгийскую и голландскую авиацию. Сегодня можно утверждать, что нет никаких доказательств ни первой, ни второй версии. Как ни пытались многие историки установить истину, но налет на германский город Фрейбург до сих пор остается тайной. Поражали темпы немецкого наступления. В день пехотные части продвигались на 20-50 километров вперед. В Голландии и Бельгии, насыщенных широкими реками и каналами, немецкие войска словно перепрыгивали через водные преграды. Десантные диверсионные группы захватывали невредимыми мосты. Там, где это не удавалось, мосты мгновенно наводились из подручных средств. Какой-то единый дьявольский порыв овладел вермахтом. Знаменитый бельгийский форт Эбен-Эмаэль доминировал над районом пересечения реки Маас и Альберт-Канала. Форт считался самым мощным фортификационным сооружением в Европе. Неприступные крепости стали и бетона с орудиями, защищенными броней. Но 80 немецких солдат под командованием унтер-офицера в течение 30 часов вынудили сдаться к гарнизон форта в 1200 человек. Эти 80 солдат были десантниками, высаженными на крышу крепости Эбен-Эмаэлю. Парашютный десант с планеров заложил взрывчатку в бронированной башне. Взрывы вывели из строя всю крепостную артиллерию. Используя огнеметы, немцы проникли в казематы. В контратаке бельгийских пехотинцев немецкий десант отражал, вызывая пикирующие бомбардировщики и вторую волну парашютистов. Гитлеру, конечно, доставило удовольствие фотографироваться с группой солдат, ударно захвативших неприступный форт. Уже 14 мая в Бельгии немецкие войска на реке Диль установили контакт с вошедшими в бельгийскую западню английско-французскими армиями. В этот день союзники еще не подозревали, что главный удар наносят танкисты генералов Гудериана, Гота и Рейнхарда. В 14 мая 7 танковых дивизий успешно преодолели все трудности Орденских гор. Еще столько же моторизованных и танковых дивизий двигались след за ними в тот же район между французскими городами Седаном и Номюром, где у союзников стояли исключительно резервные дивизии второй линии, практически не имевшие даже противотанковых средств. С выходом немецких танков на простор счет уже пошел на часы. Успеют ли союзные армии отступить из Бельгии или сумеют найти резервные войска для того, чтобы остановить германский клин? Но для этого надо было как можно быстрее осознать крушение собственной стратегии, тем более, что неприятные известия множились, как из рога изобилия. К вечеру 14 мая в предполье обороны голландского города Роттердама начались переговоры о капитуляции Нидерландов. Уже когда о капитуляции договорились, но объявить об этом еще не успели, последовал мощный авиационный налет на Роттердам. Наземные войска не успели предупредить люфтваффе. Город сильно пострадал. Пропаганда союзников говорила о 25-30 тысячах погибших голландцев. На самом деле погибло 814 человек. На Нюрнбергском процессе бомбардировка Роттердама была признана целесообразной в военном отношении. На следующий день Голландия капитулировала. Ее участие во Второй мировой войне продолжалось всего 5 дней. Но роковым событием 14 мая для Бельгии и Франции была не капитуляция Голландии. Германские танкисты захватили целыми и невредимыми четыре моста через полноводную реку Маас. И 14-го танковая лавина рванулась к побережью Ла-Манша, оставляя неудел главную группировку союзников Бельгии. Получив эту информацию, англо-французское командование уже могло представить себе грядущую катастрофу. Порыв и ярость. Так можно было бы определить действия немецких солдат в неудержимом наступлении в Бельгии, Франции и Голландии. Только вперед. Движение с помощью любых средств, невиданными в истории войн темпами. На чем попало переправляясь через водные преграды, как призраки возникали на противоположном берегу перед ошеломленными такой страстью и напором французскими солдатами. Немецкие генералы в этом наступлении нередко боялись столь быстрого продвижения вперед и даже пытались его притормозить. Например, танкисты генерала Гудериана несколько раз получали приказы остановиться, чтобы дождаться подтягивания пехотных частей. Гудериан не обращал внимания на эти приказы. Профессиональная подготовка германского солдата и его пассионарность превратили дороги войны в Западной Европе в символ неудержимого движения к победе. К тому реваншу за 1918 год, которым независимо от Гитлера болела вся Германия. Надо сказать, что реакция немецкого верховного командования на первые успехи была очень сдержанной. Поначалу их даже пугала стремительность собственного наступления, отрыв от баз снабжения, необеспеченность флангов. 17 мая нервы не выдержали у Гитлера. Воздушная разведка представила данные, что французы собрали крепкий кулак для контрудара по немецким танковым клиньям. Информация была ложной. Летчики Геринга перепутали собственные наступающие колонны с французскими, но у Гитлера возник перед глазами признак Марны, где в 1914 году остановилось наступление армии кайзера Вильгельма II. В дневнике Гальдера, начальника генерального штаба, появилась следующая запись. «Безрадостный день. Фюрер ужасно нервничает. Он боится собственного успеха, не хочет ничем рисковать и охотнее всего задержал бы наше дальнейшее продвижение. Предлог – озабоченность левым флангом». Между тем, днем ранее, 16 мая, главнокомандующий англо-французской армии Морис Гамелен заявил, что для обороны Парижа у него нет никаких войск. Но немецкие танкисты не были озадачены взятием Парижа. Они шли к морю, отрезая французский фронт в Бельгии от баз снабжения и тыла. Несмотря на все сомнения в гитлеровской ставке, безостановочное движение к Ла-Маншу продолжалось. Интересно, когда же союзники осознали, что ни лобового штурма линии Можино, ни генерального сражения в Бельгии не будет, и что их стратегия оказалась сбитой танковым прорывом через труднопроходимый горный район Орден? Первыми догадались об этом сокрушении союзнических планов в штабе английского экспедиционного корпуса лорда Джона Горта. С 15 мая англичане втайне от своих французских и бельгийских союзников решили не выполнять общих для всех армий приказов, а выработать свою собственную тактику спасения английских дивизий на континенте и эвакуации их на Британские острова. Взгляды английских генералов были прикованы к порту Динкерк, откуда можно было морем уйти в Англию. И неделя не прошло, как единству союзников в отражении немецкой агрессии пришел конец. Лозунг «Спасайтесь кто как может» еще не прозвучал вслух, но один из союзников, британский, уже руководствовался только им. Французский премьер Поль Рейно утром 15 мая позвонил Черчиллю и сказал, мы потерпели поражение, нас разбили, мы проиграли сражение. Днем Черчилль прилетел в Париж и своими глазами увидел, что французская столица готовится к эвакуации из дачи. Генерал Гамилен заявил британскому премьеру, что у него не осталось никаких резервов и потребовал поддержки британской истребительной авиации. Вечером Черчилль и кабинет министров, скрипя сердце, согласились отправить 10 эскадрильи истребителей. Черчилль в мемуарах ставит восклицательный знак «10 эскадрильи истребителей», но не сообщает, что они не были отправлены во Францию, не успели. При всей катастрофичности развития ситуации на франко-германском фронте были какие-то отдельные проблески, отдельные тактические успехи. И связаны они в первую очередь с именем новоиспеченного в тот момент генерала де Голля, который командовал 4-й бронетанковой дивизией французской армии. Да, удалось потеснить немножечко немцев. Удалось отвоевать у немцев захваченный ими только что замок Юпи и даже, что очень любопытно, отобедать вместе с офицерами своего штаба на столешнице, застеленной трофейным немецким штандартом, увенчанным свастикой. Но это как раз то самое исключение, которое никоим образом не могло изменить общего правила. 19 мая главнокомандующим французской армии вместо Камилена стал 73-летний генерал Максим Вейган. Три дня ему понадобилось, чтобы принять дела и начать издавать приказы. Английский экспедиционный корпус в эти дни начал самостоятельный отход к Дюнкерку для обеспечения эвакуации, хотя по плану должен был отходить на юг вместе с 1-й французской армией для создания оборонительного рубежа на реке Шельда. Но в Англии уже был принят план операции «Динамо» по спасению своих войск на континенте. Вечером 20 мая наступил кульминационный момент германского наступления и торжество стратегического немецкого замысла. Вторая танковая дивизия из корпуса генерала Гудериана вышла к морю у французского города Абвиль. Бельгийская армия, три французских и английский экспедиционный корпус оказались в ловушке. Фюрер вне себя от радости записал вечером в дневнике генерал Йодель. Самой высокой похвалы достойны немецкая армия и ее руководство. Фюрер работает над проектом мирного договора, не упуская из вида основную мысль возвращения территорий, которые были отняты у немецкого народа на протяжении последних 400 лет и других ценностей. Одной из загадок Нюрнбергского процесса сегодня признается смертная казнь для генерал-полковника Йоделя. Талантливый генштабист он действительно многие гитлеровские фантазии превращал в конкретные планы. Его допросы в Нюрнберге свидетельствуют о широком кругозоре и военном таланте. В день наступления на Францию 10 мая 1940 года Альфреду Йодлю исполнилось ровно 50 лет. В годы Первой мировой войны он служил в артиллерии. В Третьем рейхе Йодль занимал должность начальника оперативного отдела штаба Вермахта. Он был одним из немногих генералов в окружении Гитлера, которые отваживались спорить с диктатором и нередко отстаивали свою точку зрения. Суровость Нюрнбергского трибунала к Альфреду Йодлю, пожалуй, можно объяснить его многолетней близостью к Гитлеру, обладанием слишком большим объемом информации, значительная часть которой была победителем, не нужна. Во всяком случае, состоявшийся в 1953 году повторный процесс по делу Йодля полностью его оправдал. После выхода к Ла-Маншу танковой группы немцев она повернула на северо-запад по направлению в Дюнкерку, куда одновременно начал отступать английский экспедиционный корпус. Англичане не успевали подготовить оборонительные рубежи. Предстояли кровавые бои с ходу, и, казалось, германские танки вот-вот начнут безжалостный разгром британских войск. Но 24 мая утром Гитлер прибыл в штаб группы армии А, которой командовал генерал Рундштетт. Через полтора часа последовал самый загадочный, мистический, нелепый, необъяснимый приказ Второй мировой войны – остановить наступление танковых дивизий перед Дюнкерком, пока не подтянутся пехотные части. Не исключено, что Гитлер испугался в последний момент того, что его танковые войска понесут неоправданно высокие потери, если приступят к ликвидации прижатой к побережью группировки. Дело в том, что местность, на которой должны были развернуться эти боевые действия, была изрезана каналами, имела много низменных затопленных мест, была изрыта траншеями, то есть, иными словами, она была малопригодна для эффективного применения бронетанковой техники. Существует версия о том, что Геринг, глава Люфтваффе, убедил Гитлера не использовать наземные войска, и в частности бронетанковую технику, для ликвидации прижатой к побережью группировки. Амбициозный Геринг смог убедить Гитлера в том, что военно-воздушные силы Германии своими средствами справятся с этой союзной группировкой. 26 мая вечером Гитлер отменил стоп-приказ. Танковые соединения возобновили наступление на Дюнкерк, но было уже поздно. Союзные войска успели оборудовать рубежи обороны, сражались стойко и мужественно, и под прикрытием прочных позиций начали эвакуацию в Англию, которую умело поддерживали летчики королевских воздушных сил. Параллельно англичане решили оставить и Северную Норвегию, где в районе города Нарвика они все еще имели ощутимое преимущество перед вермахтом. Но перед тем, как покинуть Норвегию, британцы решили захватить Нарвик, чтобы разрушить порт, железную дорогу и весь терминал для погрузки шведской железной руды. 28 мая английский флот высадил новые десанты на Норвегский берег, и после ожесточенного штурма Нарвик наконец-то оказался в руках союзников. В этот же день бельгийский король Леопольд III согласился на безоговорочную капитуляцию. Это было личное решение короля и главнокомандующего бельгийскими вооруженными силами. Бельгийцы сражались мужественно, но после того, как их армия не по своей вине попала в окружение вместе с армиями союзников, Леопольд решил, что во избежание полного разгрома и развала и напрасных жертв необходимо капитулировать. Месяц мая заканчивался эвакуацией английской армии из Дюнкерка. Германское командование не верило, что англичане успешно проведут свою операцию «Динамо». Этому способствовали и хвастливые заверения Геринга, что его авиация уничтожит в проливе все, что будет там передвигаться. В эти дни немцы впервые столкнулись в небе с английской авиацией и поняли, что она является значительной силой. Уже на четвертый день эвакуации из Дюнкерка, 30 мая, британские войска, упорно обороняя обводы вокруг Дюнкерка, позволили всеми мыслимыми плавсредствами, от кораблей военно-морского флота до частных яхт, рыбацких лодок и катеров вывозить солдат и офицеров на острова. На 31 мая из окружения в Англию было переправлено 194 620 человек. Вермахт продолжал крушить французскую армию, но Англия упорно билась за каждого своего солдата и офицера. Они нужны были на британской земле. Французские части, отступившие в Дюнкерк, не имели права на эвакуацию в составе первой очереди. Два лидера очень остро переживали германские успехи на Западном фронте. Бенита Муссолини с чувством громадной зависти сосредоточивал итальянские войска на южных границах Франции, назначил себя верховным главнокомандующим и готовился ударить в подходящий момент крайней французской слабости, потому что ни в коем случае не хотел остаться без трофеев и славы. А Иосиф Сталин с глубоким разочарованием следил за фейерверком германских побед на полях Франции. Рушились его потаенные надежды на длительную, изнурительную войну на Западном фронте. Уже известный нам капитан французской армии, историк Марк Блок, с горечью напишет в книге «Странное поражение». Наши военачальники или те, кто действовал от их имени, не продумали эту войну. Другими словами, победа немцев была интеллектуальной победой, и это самое страшное.